Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео будет куча всего интересного. Ну, во-первых, мы вместе с вами распакуем вот эту вот красоточку, которая у нас появилась 4-5 дней назад. 4-го числа мы ее купили и уценочкой за 199 рублей. Кто помнит и смотрит наш канал, помнит эту покупочку. Вот такая вот нежная, нежного фисташковая такая лимонная, какая-то салатового окраса, орхидейка. Вот такая вот она. Вот еще даже бирочка Сашана осталась. Мы ее не распаковывали. Вот в сегодняшнем видео мы распакуем. Раз. Заглянем, что у нее там в корнях. Два. И самое главное, это сделаем ее пересадочку. А вот как мы это будем делать и самое главное, во что мы ее пересадим, мы сейчас вместе это все увидим и узнаем. Ну и попутно поговорим по поводу этой орхидейки, чем она меня привлекла, почему именно ее я выбрал и купил среди других уценочек, которые тоже были экземпляры неплохие. В общем, друзья, пошли. Но прежде чем, друзья, начнем, для мимо проходящих на нашем канале зрителей просьба ознакомиться вот с этой вот надписью и не писать никакие гадости в комментариях. Ну а для вас, дорогие прописчики и зрители канала, начнем. Вот такая вот красоточка у нас стоит. Мы ее, еще раз говорю, купили несколько дней назад в обертке. Я еще даже ее не снимал. Давайте быстренько ее сейчас, эту оберточку, снимем и заглянем, что там у нас внутри под этой обертке. Все эти дни она стояла в отдельном месте, на отдельном подоконнике, в блюдечке вот в этом вот. Вот я лишь только разочек подлил. Здесь у нас что? Здесь у нас, вот как я уже вчера показывал вам в этикетках или нет, позавчера, по-моему, в видео как раз способы ухода и содержания. Видите, от 15 до 25 градусов содержание фолинопсиса. То есть это самые оптимальные условия. Плюс против солнца, на против солнца солнечные лучи нельзя ставить. Один раз в месяц удобряем, цветонос обрезаем. И главное, вот этот значок, друзья, кушать нельзя. То есть это показательно. Бывают люди, оказывается, которые, наверное, хотят съесть фолинопсис. Ну, друзья, начнем. Еще раз повторюсь, что она стояла в этом блюдечке. Один раз я ее налил водички, как это делают в магазинах, когда льют воду из шланга из-под крана прямо в поддоны. И давайте посмотрим, что там у нее с корнями, с внешней стороны. Вот такие вот корешки. И прежде чем купить орхидею, конечно же, друзья, я смотрю на ее состояние, тщательно изучаю на предмет всякой живности, гнили, болячек, болезни. И поверьте, за многие-многие годы увлечения орхидеями я уже научился видеть больна, не больна орхидея. И в нашем случае, друзья, орхидея, ну, скажем так, относительно здоровая. Даже сказал бы, что очень в хорошем состоянии. Я не понимаю, зачем сюда вот положили такой спрессованный кусок мха с фагнума, который уже разлагается, наверное, все-таки для влажности. Это, друзья, кстати, орхидея, вы спрашиваете, почему я ее выбрал? А это, друзья, орхидея фаленопсис аласио. Посмотрите, какая красотка. Нежно-фисташковый такой лимонно-салатовый какой-то у нее оттенок окрас лепестков. У нее ровный окрас лепестков, никаких вкраплений. Плюс у нее вот она себя хорошо чувствовала в магазине, что начала наращивать цвета. Нос продолжать. И это показатель того, что орхидея в полном порядке и, в принципе, зря ее уценили. Листья тоже у нее хорошие, упругие. Тургор замечательный. Никаких видимых погрызов, каких-то там, я не знаю, физических, механических и химических повреждений на листьях нет. Единственное, что разводы от опрыскивания этой орхидеи, но это, наверное, еще остались от теплицы, где она росла. Засохшие воздушные корни. Но это не беда. Мы их какую-то часть обрежем, какую-то оставим. Посмотрим, где веламен живой, а где нет. Ну и, как всегда, друзья, нам помогает наш поднос. Все, хочу поменять его. Кстати, друзья, напомните, когда буду я в следующий раз в Ашане, чтобы я однотонный купил поднос, были замечания, что цветы расплываются на этом пестром подносе. Да, друзья, сажать буду я вот в этот вот горшочек размером 1 литр 200 миллилитров. Объемом обзор, которых я вчера делал. Зайдите, посмотрите, кто не видел. И вот посмотрите, для сравнения, в руке у меня горшок, в котором растет орхидея, это 800-граммовый горшок. А здесь у нас в новом горшке написано, что он 1 литр 200 миллилитров. Но это, друзья, объем именно внешнего горшка. Я вам этикетку специально показал, чтобы вы видели. И вот если этот горшок поставить во внутренний горшок, разница будет всего где-то в грамм 200, наверное, в 200 миллилитров. И получается, как я вчера и говорил, что внутренний горшок, внутренний стакан этого горшка, он где-то на литр. Хотя написано, что он 1 литр 200 миллилитров. Ну вот, чтобы понимали, разница где-то в 200 миллиграмм. Ну и для начала, друзья, давайте выпотрошим ее и посмотрим, что там у нее внутри. Как всегда, большой палец мы ставим на точку роста. Указательные мизинцы и указательные пальцы разъединяем по разные стороны основания орхидеи. Вот так, чтобы под листья подлезть. И она у нас оказалась аккуратным. Вот так вот, видите, два пальца туда, два пальца сюда, с другой стороны. И большой палец на точку роста. И вот так, придерживая, она у нас в ладошке, мы снимаем горшок. Если есть корешки живые, мы их срезаем горшок и освобождаем. Если вот такие вот гнилые, отжившие, то просто их обрываем, ничего страшного. И снимаем сам горшок. Не орхидею выдергиваем из горшка, а аккуратненько сжимаем горшочек и вытаскиваем. Снимаем как чехольчик горшок с этого пучка корней. Все, видите, здесь грунта немного. Грунт средней фракции. Кора, причем неплохая, влагоемкая. Есть немножко кокосовых чипсов. В общем, друзья, все эти корешочки мы должны сейчас очистить от кусочков коры. Но освобождаем так, чтобы все было видно, чистенько и без лишних каких-то там грязи. Но единственный момент, друзья, там где у нас куски коры, прям прилипшие к корням, их ни в коем случае не надо отрывать. Корешки присосались и отрываем. Мы нарушим веламен и вполне возможно там начнется гниение. В общем, друзья, мы видим здесь, что у нас есть стаканчик пластиковый с прессованной губкой. Нам это нужно теперь удалить, воспользовавшись вот таким вот секатором для орхидеи. Обрезаем пластик как можно чаще, как можно мельче. Его везде надрезаем, чтобы он легко, прям кусочками вывалился. Вот эта вот вся оболочка, вот этот вот пластиковый скелетик, в котором находятся две половинки этой губки кокосовой, по всей вероятности. Она такая как на резиновую похожа, но она очень сильно впитывает влагу. И помимо влаги туда еще и попадает огромное количество всевозможных насекомых, бактерий и грибков, что нам совсем не нужно, если переливать орхидею и достаточно много влаги давать горшку. Поэтому мы это дело все снимаем. Потому что это в 90% случаях является, как бы сказать, что от этого начинает попка гнить у орхидеи. И все, хана, пиши, пропала. Несмотря на то, что кончики корней будут зелеными. Вот так мы освободили от пластика и легкими вот такими движениями, сдавливающими, мы отсоединяем одну половинку губки. Видите, через нее даже корни не растут, потому что орхидеи это не нравится. Эта губка хороша, когда маленькие прям сеяницы помещают из фласки в эту губку, в две половинки. И она потом прорастает при определенной температуре и влажности. Вот, видите, вторая часть. Все аккуратно мы сняли, все зачистили. Ничего лишнего нет. Кстати, прекрасное состояние корней, не считая только вот этих вот верхних воздушных, которые отжили свой ресурс. А внизу в горшке все замечательно. Вот, кстати, это говорит о том, что орхидеи именно поливали через поддон, они опрыскивались. Внизу, видите, корни зеленые хорошие, а верхние отсохли из-за ненадобности. То есть орхидеи их просто отсушил, они ей не нужны, потому что они не впитывают влагу, а влага только внизу в горшке. Все это дело мы аккуратно удаляем секатором или ножницами, потихонечку, не спеша. И вот там, где, видите, я режу по-живому и до живого обрезаю. Вот, видите, живой срез. В этих местах я обрабатываю перекисью водорода трехпроцентные. Она присушивает, она обеззараживает. То есть, ну, хорошее средство, которое постоянно у меня под рукой. И не только, когда обрезаю корни, но и листья, все это дело я обрабатываю перекисью. Хорошее средство. Не зеленками, не йодом. А там кончики, где сухие, по-сухому, я ничем не обрабатываю, просто делаю срезу, потому что, как бы, еще кончик сухой остается. В общем, друзья, аккуратненько все вот такие вот гнилые, прям темно-коричневые, сухие корешочки, кончики, все это дело мы обрезаем. Кстати, кто хочет посмотреть различные посадки, пересадки, всевозможные случаи, можете открыть плейлист на канале, который называется «Пересадка Орхидей». Там, я не знаю, наверное, пару десятков видео есть наших пересадок с всевозможными ситуациями и с всевозможным состоянием корней, где мы что обрезали. То есть, поучиться, получить такой видеоопыт, практический видеоопыт на примерах наших пересадок. И это видео тоже попадет в тот плейлист, где вы можете его посмотреть. В общем, друзья, вот так вот все мы аккуратненько обрезали. На самом деле, прям вот этот сухой корень тоже срежем. Он нам не нужен, он уже мертвый, он прям сухой, как... А вот здесь, послушайте, сейчас я вам поближе к камере, послушайте, вот. Слышите, это вот как пустой стручок фасоли или гороха, он пустой. То есть, как бы корень внешний вроде бы целый, но он внутри пустой, веламен мертвый. Несмотря на то, что может быть тяж живым, он уже мертвый. То есть, лучше его, конечно, удалить. И, конечно, обрезая у основания, я тоже перекисью вот так вот промакиваю. Еще вот этот вот корень подозрительный такой мне, он от основания до середины мертвый. А на конце веламен живой. Но при посадке, конечно, все это углубится. Вверх начнет гнить, подгнивать, что будет мошек привлекать. Не знаю, друзья, я пока буду сейчас обрабатывать. Подумаю, удалить его или оставить. Вот такие еще есть детородные листочки. Этот уже все отмирает. Его без зазрения совести мы удаляем, как всегда. Потому что мы будем сажать как раз на глубину ту, на которой растет этот листочек. Он нам не нужен, чтобы не гнил там все лишние корешки, сухие пенечки. Все срезаем с шейки. Это нам ничего не нужно. Вот эти корни, конечно, он меня смущает. Этот корешок с пустым веламеном от основания. И вот, друзья, на самом деле мы немного обрезали. Немного обрезали. Вот второй лист тоже покажу, как лучше всего большие листья срезать. Сперва мы рассекаем поперек лист. Точнее вдоль, посередине. И потом аккуратно сейчас размещу, чтобы не сломать цветонос. Как это я однажды вам сделал в прямом эфире, когда снимал. Хотел показать корешки, как обрезаю. И сломал цветонос, зацепился. И вот так вот листочек мы в разные стороны просто раздвигаем, как бы разрываем в стороны. И вот так вот. И он, разрываясь, друзья, он не оставляет за собой никаких чешуек. Как вот некоторые боятся, что вот сухая чешуйка останется. И потом под этой чешуйкой могут развиваться какие-нибудь грибки. Поселятся какие-нибудь насекомые. В частности, мучнистый червец откладывать яйца. И вот когда при таком способе мы удаляем листики. Детородные или какие-то больные. То он, отрываясь, он с разных сторон просто не оставляет никакого следа. Прям вот так вот под корешок, очищая шейку орхидеи, просто снимается. Все. Все-таки вот меня этот корень беспокоит. Не знаю я, друзья, что мне с ним делать. Все-таки я его обрежу и буду спать спокойно. Да. Вот так вот. Как бы сердце крови не обливалось, я его обрежу. Перекисью обработаю. Все. На самом деле можно обрезать, потому что мы практически живых корней вообще не нарушили. Нигде ничего не отрезали. Корневая замечательная у этой орхидеи. Моя чуйка меня не подвела. Вот что значит опыт. Листья, корни, все замечательно. Орхидеи прекрасные. Ну что, давайте уберем лишнее и перейдем к посадке. Внутри все меня устраивает, все замечательно. Ни насекомых я не вижу, ни болячек я не вижу. Орхидеи тьфу-тьфу-тьфу. Просто великолепная. И переступим к пересадке. Все это лишнее я сейчас уберу. И нам понадобится емкость для составления грунта. Вот такую возьму от 3,5 литрового горшка сантина. Возьму на дно в качестве дренажа дополнительного керамзит. Это мне нужно для того, чтобы если кора, кора в воде разлагается. Если я буду эту орхидею на мокрых пяточках держать, керамзит на уровне керамзита вот так заливать воду. Керамзит не будет разлагаться, не будет гнить и все будет хорошо. Он будет находиться практически в воде. Примерим орхидею. Одного слоя керамзита достаточно. И орхидея у нас прям замечательно помещается в этот горшок. И посадка у нас будет осуществляться, чтобы попка основания прям вот на полсантиметра находилась ниже поверхности стенок горшка. И вот посередине горшка. Теперь нам нужно составить сам грунт. Будем сажать, друзья, из следующих компонентов грунт составлять. Первое, что нам нужно будет, это кора. Кору возьмем обычную, стандартную, в которую я обычно все и сажаю. Классика. Классика жанра, друзья. Мелкая, средняя фракция. То есть тут как бы крупный и нету. Я возьму мелкую и среднюю фракцию. Были какие-то остатки у меня. Что-то ссыпал из предыдущих посадок. Вон ошметки мха. Кусочки угля. И, друзья, возьмем второй компонент. Та-дам. Внимание. Второй компонент не уголь, а пеностекло, друзья. Да. Возьмем пеностекло тоже среднюю и мелкую фракцию. У нас уже есть посадка на канале, где мы в чистое пеностекло посадили. Где пеностекло другой орхидейкой намешали с серамисом. Но у меня просто гложет любопытство, чтобы посадить с корой смешать пеностекло. И посмотреть, что из этого получится. Как себя орхидейка будет чувствовать. В общем, набираем, друзья, мелкую и среднюю фракцию. Кстати, кто-то говорит, что хорошо режется ножницами само пеностекло. Друзья, ну, режется-то оно режется, но нужны определенные усилия. Возможно, ножницами не лучший вариант резать это все дело. Но я вам скажу, что действительно, этот пеностекло режется. Нужны определенные усилия. Если это секатором резать, то будет все хорошо. Секатором можно размельчить на необходимую фракцию это пеностекло. И добавлять ее даже в какие-то нежные растюшечки. Вот так сейчас все это дело размельчим. И перемешаем из расчета один к одному. Хочу одну часть пеностекла, вот такую вот, перемешать, крупный уберу. Все, вот такая вот фракция. То есть, около сантиметра, наверное, и меньше. И возьму такой же фракции и меньше вот такую вот кору. Посмотрите, поближе вам специально. Аж запах леса доходит до моего носа. Вот так теперь все это дело перемешиваем аккуратно. Один к одному, думаю, будет замечательно. То есть... Так, 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 запутался я. Да, все. Вот этого еще добавим. Единственное, что из этой коры мы уберем всякие щепочки, всякий мусор, попадаются прям вот такие откровенные куски дерева, просто древесиной. Но это, наверное, из той коры, которую я самую дешевую в Leroy Merlin покупал. И сюда часть попала. Здесь часть собственного приготовления коры, собственного сбора. Плюс из Джулии Leroy Merlin. И плюс из дешевого варианта. Вот веточки все это дело убираем. Ну что, друзья, начнем посадочку. На дне у нас в качестве дренажа дополнительного керамзит. А теперь мы аккуратненько усаживаем нашу орхидеючку. Так, чтобы попка ее была миллиметров на пять ниже бортиков горшка. И шейка находилась ровно посередине. То есть вот нужно вот так вот подгадывать аккуратно. Видите, основание самой орхидейки находится на полсантиметра ниже поверхности горшка. И ровно посередине. И теперь аккуратно, небольшими дозами грунт начинаем подсыпать внутрь горшка. Так, чтобы он аккуратно начинал укладывать и покрывать нижние корни. Там, где необходимо, мы вот простыми движениями кролика стучим лапкой по поверхности, по бочку горшка, чтобы он утрамбовывался. Но, опять же, не очень сильно уплотнялся. Если прям совсем где-то есть какие-то воздушные полости небольшие в размере, там, сантиметра полтора, два, ну, максимум три, оставляем их. Мы грунт уплотняем для того, чтобы орхидея не вываливалась из этого горшка. Только и всего. Ну, и, опять же, чем плотнее, вот такие, кстати, вот кусочки коры с лишайником убираем, потому что они будут гнить, отмирать. А нам не нужны мушки и всякого рода насекомые, питающиеся органикой, разлагающиеся. И вот так вот аккуратно, постепенно, слой за слоем, не спеша. На это уйдет у вас у кого-то две минуты, как у меня, у кого-то пять, у кого-то десять. Но никто никуда не торопится. Аккуратненько мы слой за слоем по кругу засыпаем между корнями все это дело. И получается примерно вот такая вот последние штрихи утрамбовываем. Вот такая вот картина красивая. Посмотрите, как это эстетично выглядит. Пеностекло с корой, на мой взгляд, очень интересно. Орхидеечка вот так у нас плотненько сидит прекрасно. Наводим эстетику. Посмотрите, давайте я вам покажу корешки. Сверху у нас попочка орхидеи прям вот на полсантиметра ниже поверхности грунта. Но это нормально, потому что она будет расти, корни начнут ее выдавливать вверх. И сами корешки, посмотрите, они, корни нижние, лежат на керамзите. Есть небольшие воздушные полости по полсантиметра, по сантиметру. Видим, остались у нас корни у бортиков, точнее у стенок горшка для того, чтобы мы видели, что с этой орхидейкой и что происходит с корнями. Все, убираем. Посадка закончена. Ставим на пару-тройку дней нашу орхидейку в то место, где она будет у нас с вами жить. Но пока я еще и не поставил, а хочу показать вам ее. Вот она, наша красавица. Это наша роскошная Аласио. Вот она. И вот, посмотрите, как у нас все это дело получилось. И даже сквозь внешний стакан, в котором находится внутренний, у нас видно состояние корней. То есть, когда будем поливать, они будут зеленеть и будет видно, когда они хотят пить, меняя цвет вот на такой вот серебристый. Вот так, друзья, сегодняшняя посадочка у нас прошла. Всем, кому она была интересна, полезна, ставьте лайки. Будем следить за тем, такой экспериментальный у нас опять пошел процесс в новом году. Кора с пеностеклом. Кстати, не буду я говорить, забегать вперед. Один из директоров, который по производству, который производит это пеностекло, прислал предложение на наш канал представить всю продукцию их завода для того, чтобы мы протестировали ее на нашем канале. И он готов ответить, директор по производству пеностекла, готов ответить на все вопросы подписчиков нашего канала. Поэтому, друзья, если есть вопросы, связанные с пеностеклом, который называется GrowPlan, пишите в комментариях, задавайте вопросы под этим видео. Я ему отправлю, и он на них все ответит. В общем, друзья, вот такая вот посадка. Всем хорошего настроения, хорошего дня и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok